Добрый вечер! Вы смотрите прямой эфир на телеканале Видное ТВ. Сегодня у нас в гостях начальник управления образования администрации Ленинского городского округа Наталья Киселева. Наталья Николаевна, здравствуйте! Добрый вечер, Наталья! Очень рада возможности в прямом эфире с вами и с жителями городского округа, кто сейчас нас смотрит, обсудить вопросы образования, которые, наверное, будут интересны всем, чьи дети посещают школы или дошкольные образовательные учреждения. И тема нашего сегодняшнего эфира – работа образовательных учреждений. И вообще нашу встречу я бы хотела начать с просмотра сюжета. Совсем недавно в Видном торжественно открыли пристройку к гимназии. Вот давайте посмотрим сюжет и уже обсудим вообще, как помогла ли она разгрузить вообще сейчас, вот как обстоит ситуация именно в гимназии. Давайте. Ленинский городской округ – один из самых привлекательных для новоселов. Население увеличивается, а вместе с тем растет потребность в новых общеобразовательных учреждениях. Вопрос расширения Видновской гимназии стоял давно. И вот, наконец, в прошлом году проект начали реализовывать. Строители приложили все усилия, чтобы как можно быстрее сдать второй корпус школы. Хотелось, конечно, чтобы были более современные кабинеты, чтобы условия были для детей. Тем более, что мы здесь делали специализированные классы. Есть блок начальной школы со спальнями и с игровыми. Это я очень хотела, и мы это осуществили. А второй и третий этаж – это специализированные классы. Это кабинеты физики, химии, информатики, айти-зона. Здесь отличный шикарный зал на 400 человек. Здесь отличный пищеблог на 400 человек. Огромный спортзал. Проект нового корпуса нетиповой. Его индивидуально разрабатывали под запросы гимназии. Рассчитан на 250 учеников. Благодаря пристройке руководство школы намерено ввести еще одну параллель с 4 по 11 классы. Все кабинеты полностью оснащены современной обучающей техникой. Школа действительно – это второй дом для наших детей. Я уверен, что вот это новое здание, в этих стенах будет жить доброта, старания, знания. И, конечно, нашим ученикам и учителям будет здесь комфортно. Школа органично вписалась в общий архитектурный ансамбль ближайшего микрорайона «Радужный». Такая же яркая. Проект полностью субсидирован муниципальным бюджетом. И на этом глава округа не намерен останавливаться. У нас микрорайоны очень сильно разорваны друг от друга. И понятно, что вот эта пристройка, вот это вот увеличение образовательного учреждения, оно решает проблемы этого сложившегося микрорайона. Но в своей приветственной речи, когда мы стояли на порожке, на холоде, я сказал, что это первенец наш. У нас к концам года завершено строительство еще одной очень большой школы в пригороде лесной. И мы, я очень надеюсь, в ближайшие недели тоже там разрежем ленточки и откроем ее для детей. Потому что там вообще нет у нас образовательного учреждения. Преимущество нового корпуса успели оценить ученики, которые сразу после новогодних каникул перешли сюда на обучение. Очень много классных кабинетов, очень много пространства для занятий творчества. Мы очень рады. Хорошо то, что наша школа так преобразилась. То, что у нее теперь очень красивый дизайн, новые классы, новое оборудование. И я считаю, что это выход на новый уровень. В честь открытия представители строительной компании подарили гимназии снегоуборочное оборудование для уборки территории в зимний период. Юлия Погасян, Александр Лунинов, Ольга Садовская. ВиднетВ. Наталья Николаевна, в рамках какой программы построено это здание? И вообще для кого? Вот на 250 мест. То есть это начальная школа или все учащиеся? Ну, в принципе, в сюжете уже прошла информация о том, что пристройка к Видновской гимназии на 250 мест, она построена в рамках государственной программы строительства объектов социальной инфраструктуры, но при большом участии средств местного бюджета. Вообще этот учебный год, а мы в школе живем учебными годами, в отличие от календарных лет, он такой значимый на яркие события. В начале учебного года мы открыли второй корпус Бутовской школы номер 2, а вот в январе, 11 января, в первый рабочий день нового 21 года, в пристройку вошли дети Видновской гимназии. Она рассчитана для обучающихся с 1 по 11 класс, соответственно, они там будут учиться. И вот я разделяю радость Татьяны Викторовны Анашкиной, директора гимназии, которая сказала о том, что действительно это современное образовательное пространство, которое вдохновит, несомненно, и учеников, и педагогов на новые результаты, на достижение высоких результатов. А гимназия у нас такой флагман среди образовательных учреждений городского округа. Вот по результатам учебной деятельности за 2019-2020 год Видновская гимназия занимает 36 место в рейтинге, входит в топ-50. Это очень высокий результат, и мы, конечно же, гордимся этим. И надеемся, что вот развитие школа получит колоссальное. Уже сейчас педагогический коллектив думает над внедрением нового профиля технологического. Для этого все в школе создано. К двум имеющимся профилям добавится вот новый, востребованный среди обучающихся и родителей. То есть это так называется, как пристройка гимназии? На самом деле это отдельное образовательное учреждение, да, получается? Нет, это действительно пристройка. Даже технологически она соединена переходами с основным зданием. Поэтому это такое вот общее пространство. Так и настоящую гордостью называют мультимедийные, какие-то кабинеты с мультимедийной техникой, IT-зоной. Что это такое? Кто может посещать эти классы? Действительно, это такая изюминка проекта, гордость школы. IT-зона – это пространство, где организовано 25 рабочих мест, оснащенных компьютерами. Соответственно, там еще презентационное оборудование. И вот это помещение, оно открывает возможности как использования в урочной деятельности, так и во внеурочной деятельности, а также на переменах. То есть дети любой обучающейся гимназии может в свободное время прийти, либо найти для себя какую-то информацию. Я думаю, что это пространство абсолютно точно станет таким центром протяжения для ребят, которые занимаются проектной деятельностью. Именно там они могут собираться, обсуждать свои проекты. Есть выход в интернет, и это позволяет устраивать такое сетевое взаимодействие между обучающимися их друзьями из других образовательных учреждений. И не только, потому что в гимназии есть проект, который они реализуют с Институтом Болгарии. И там еще есть зона каворкинга, поэтому я думаю, что это станет таким центром притяжения детей. То есть как и дополнительное, например, образование, да? Конечно. То есть появляются возможности детям что-то новое для себя открыть. Вы знаете, мы во встрече с губернатором, которая состоялась в режиме видеоконференцсвязи, обозначили перспективу развития именно в ключе сетевого взаимодействия с IT-кубом, который у нас находится в Лопатинской школе. Вот преподаватели информатики Видновской гимназии и сотрудники IT-куба выстроят совместную работу так, чтобы ребята, не выходя из гимназии, могли осваивать программы, которые предлагает IT-куб. Наталья Николаевна, планируется ли еще в нашем муниципалитете открытие подобных учреждений? – Городской округ очень динамично развивается. Соответственно, количество жителей с каждым годом возрастает. И это ставит перед администрацией города задачи по строительству школ, потому что абсолютно каждый ребенок должен получить право на получение образования. В декабре месяце получено разрешение на ввод еще одной школы в пригороде Лесной. Это Мисайловская школа номер один. И сейчас в активной фазе подготовка лицензии на образовательную деятельность, заключение позже надзора и заключение Роспотребнадзора, то есть всех таких документов, которые дадут нам право открыть школу и впустить туда детей. – Хорошо, спасибо. И перейдем к такой теме – работа образовательных учреждений в период пандемии. Как изменилось? Что сейчас обязательно? То есть и, не знаю, до какой даты действуют эти ограничения? Есть какая-то определенная дата вот сейчас? – Да, дата действительно есть. Режим повышенной противоэпидемиологической готовности, он продлен до 1 января 2022 года. Действительно, это ситуация с новой коронавирусной инфекцией – это вызов, который был сделан всему обществу и, в частности, педагогическому сообществу тоже. И вы знаете, мы очень рады, что Московская область смогла с сентября месяца все-таки обеспечить очный режим обучения, но это потребовало, конечно, от каждого учреждения, как школы, так и детского садика, соблюдения строгих мероприятий. И основное из них – это, конечно же, утренний фильтр. И здесь я хочу поблагодарить всю родительскую общественность, потому что вот та ответственность, то понимание, с которым родители подошли к этому требованию, оно помогло нам не превышать пороговые значения заболеваемости. Да, у нас были достаточно сложные периоды, когда на карантине по коронавирусной инфекции находилось 25 классов, а всего у нас 22 учреждения. А сейчас, за первые две недели января, у нас на карантине находится от 5 до 8 классов. Просто кто-то уходит, кто-то выходит с карантина. Для всех таких детей, которые находятся дома, да, по предписанию Роспотребнадзора, организовывается, продолжается обучение, оно просто организовано с использованием дистанционных форм. То есть учителя проводят уроки в Zoom, задание выдается через школьный портал, и классный руководитель постоянно на связи. То есть дистанционное обучение только для тех классов, которые на карантине. Да, совершенно верно. Все учатся очно. Все учатся очно. Кабинетная система за каждым классом закреплена. Администрация школы выстраивает работу так, чтобы минимизировать максимально, насколько это возможно, минимизировать потоки пересечения детей. Но за время, когда мы находились на самоизоляции, дети так соскучились по школе, что, конечно же, они настолько рады общению друг с другом, что педагогам приходится многократно напоминать им о соблюдении мер социальной дистанции и порядку, вот именно, чтобы они по возможности, конечно, не контактировали с ребятами из других классов. Но вот насколько это возможно, настолько это получается. То есть педагоги в масках сейчас, да? Да. Это обязательное требование. То есть все педагогические работники, сотрудники пищеблока, охрана, все находятся в учреждении в масках. Единственное послабление – это учитель во время объяснения нового материала, когда дистанция до первого ученика достаточная, он не использует маску, но дабы не мешать, не было препятствий для объяснения материала, не нарушалась дикция. А во всех остальных случаях, во время перемены, во время близкого контакта с ребенком, педагог носит маску. То есть во время перемены дистанция разрешается выходить из своих классов? Конечно. Но опять-таки педагоги постоянно им напоминают, чтобы контакты, чтобы они все-таки соблюдали дистанцию. А не изменились ли как-то первая и вторая смены? То есть не появилась ли вторая смена из-за того, что как-то хотят разграничить потоки? Я бы не назвала это второй сменой. Да, действительно, практически в каждой школе у нас сейчас ступенчатый график прихода детей в школу. И это связано прежде всего с тем, что несмотря на то, что открытые и используются для входа в учреждения все имеющиеся входы, включая запасные, все-таки абсолютно каждого ребенка нужно с утра пропустить через процедуру утреннего фильтра. И дабы не было скученности, скопления на входе для каждого класса, вот обозначено свое время для параллелей. И поэтому такой ступенчатый режим выстроен. Одни приходят к 8.15, другие к 8.30, а кто-то приходит к 9.45 или к 10.30. Поэтому смещение времени прихода в школу присутствует. Наталья Николаевна, у нас съемочная группа побывала как раз в начале учебного года в школе номер 2 в микрорайоне Зеленой аллеи. Давайте посмотрим сюжет, как там проходят утренние фильтры, как обстоят дела с питанием в школе и подробнее об этом расскажем. Давайте. В новом здании Видновской школы номер 2 обучаются около полутора тысяч детей. Школьная столовая рассчитана на 300 посадочных мест. В связи с эпидемиологической ситуацией и новыми санитарными правилами перемены для приема пищи организованы так, чтобы классы не пересекались. Организация горячего питания в нашей школе организована на должном уровне. У нас работает родительский контроль. Родители контролируют качество и своевременность подачи продуктов питания. То есть они регулярно приходят, те, кому разрешено, у кого есть определенные документы о самочувствии, и дегустируют завтраки и обеды, которые предоставляются нашим учащимся. 10 сентября школу посетил глава Ленинского городского округа. Алексей Спасский проверил организацию горячего питания, ознакомился с меню и продегустировал блюда, которые подают ученикам на завтрак. Попробовали и пообщались с учениками. Честно могу сказать, что, во-первых, вкусно, во-вторых, много. Если честно, для моего завтрака это многоватая такая порция. В образовательных учреждениях Ленинского городского округа учащиеся младших классов обеспечены бесплатными горячими завтраками. А для льготных категорий школьников предусмотрены и бесплатные обеды. В школьной столовой действует 10-дневное меню, которое утверждается перед началом учебного года. Кормят нормально, вообще я ем все. Некоторые блюда, может быть, невкусные по кому-то. А некоторые прям вкусные, можно сразу наесть. По поручению губернатора Московской области Алексей Спадский проверил и состояние санузлов. В образовательных учреждениях туалетные комнаты должны соответствовать с определенным требованиям. В частности, оснащены раздельными закрывающимися кабинками. Просмотрели на двух этажах, то есть без подготовки. Руководство школы не было предупреждено, что мы будем это делать. Честно говоря, замечаний нет. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Наталья Николаевна, бесплатные завтраки для учащихся начальных классов во всех образовательных учреждениях. Да, это указ президента, и мы его выполняем. Все обучающиеся с 1 по 4 класс ежедневно получают горячий завтрак. Завтрак в размере... Стоимость его 67 рублей, но это финансовое бремя на себя берет федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет. И льготные категории, да? А льготные категории, да, они к горячему завтраку получают еще и бесплатный обед. Это дети из многодетных семей, дети-инвалиды и дети с ОВЗ, с ограниченными возможностями здоровья. А у нас еще в соответствии с постановлением главы Ленинского городского округа есть еще перечень льготных категорий, которые обеспечены бесплатным завтраком. Наталья Николаевна, вот теперь другая тема. В прошлом году из-за пандемии коронавируса экзамены выпускные были отменены, да? То есть ОГЭ или ЕГЭ, вот поясните, как обстоят вообще дела в этом году? Это прекрасно, что вы так резко питание сменили на выпускные экзамены. Можно немножко еще прям буквально короткую фразу добавить, потому что это важно. Мне кажется, эта тема будет очень интересна тем, кто нас смотрит. Действительно, питание уделяется очень большое внимание. И я бы хотела напомнить, да, что существует контроль на всех уровнях за организацией питания в школе. Это и ведомственный контроль по линии Министерства образования, и внутренний контроль, когда сама организация в числе администрации контролирует качество организации, и общественный контроль. И вот здесь очень важно, что внимание общественности действительно приковано к организации питания в школе. То есть у нас с визитом, с контролем за качеством питания были и депутаты, и представители общественной палаты, и родители. Вот родительский контроль для нас – это самый важный контроль. Когда родители приходят, они имеют возможность через школьный портал записаться на контроль за качеством питания, своими собственными глазами увидеть сам процесс приема пищи, посмотреть, что кушают дети, продегустировать, составить свое мнение, и их замечания – это самое важное для нас. Мы стараемся прислушиваться к тому, что они нам говорят, и таким образом повышать качество организации питания в школе. Хорошо, спасибо. А теперь возвращаемся, конечно, к нашей теме. Действительно, процесс – процесс, но любой процесс заканчивается результатом. И ЕГЭ и ОГЭ – это внешне независимая оценка. Она, конечно же, подводит результат работы каждого педагогического коллектива школы. Так, в 2021 году как будет проходить ассистация? Давайте разделим два вопроса – ОГЭ и ЕГЭ. Когда заканчивается освоение основной образовательной программы, то есть это выпускники девятых классов, они сдают ОГЭ. В прошлом году, если вы в курсе, в прошлом году ОГЭ отменили вообще. Соответственно, выпускники девятых классов получили аттестат на основании годовых оценок. В этом году уже четко мы понимаем, что будет всего два обязательных экзамена – это русский язык и математика в формате ОГЭ. Предметов по выбору не будет. Поэтому уже сейчас девятиклассники понимают, к чему им готовиться. А также остается еще одно испытание – это допуск к государственной итоговой аттестации. Это итоговое собеседование. Оно пройдет первый срок 10 февраля. Вот сейчас мы активно к нему готовимся. Если по каким-то причинам ребенок заболел или неудачно сдал, вернее не сдал, то будут еще дополнительные сроки. Это 10 марта и уже 17 мая. А что входит в это итоговое собеседование? А там четыре задания. Это выпускник девятого класса должен прочитать текст вслух, кратко его пересказать, монологически высказаться на одну из предложенных тем. И диалог устроить с собеседником, экзаменатором из числа педагогов, которые к этой процедуре готовятся заранее. Вот четыре задания. По каждому разработаны критерии. И эксперт, также из числа педагогов, учителя русского языка, он оценивает ученика по этим критериям. И, соответственно, общая оценка формируется, зачет или не зачет. Но по практике прошлых лет при положительном настрое ребенка, а мы, конечно же, каждого выпускника именно на это ориентируем, у нас подобных случаев не зачета не бывает. Все справляются с этим испытанием достаточно хорошо. В 2020 году ЕГЭ остался только для тех, кто хотел продолжить образование в ВУЗах. Да, и здесь вы правы. А значит, все остальные не сдавали ЕГЭ в 2020? Да, точно так же, как и выпускники девятых классов, выпускники одиннадцатых классов получили аттестат на основании годовых оценок. И к ЕГЭ сдавали только те, кто планировал поступать в ВУЗы. В этом году это разграничение тоже осталось, но несколько в ином формате. Вот сейчас, до 1 февраля, каждый выпускник совместно с родителями должен определиться, будет ли он поступать в ВУЗ. И тогда он обязан выбрать ЕГЭ. Либо он не будет поступать в ВУЗ. И тогда для получения аттестата он обязан сдать русский язык и математику, но в форме ГВЭ, государственного выпускного экзамена. Это несколько иной формат. Он приближен к обычной контрольной работе. И пройдет это в срок с 24 мая по 28 мая. А вот если выпускник планирует поступать в ВУЗ, то, конечно же, он выбирает ЕГЭ. И там русский язык обязателен. А дальше уже те предметы, которые ему нужны и необходимы для поступления в ВУЗ. Перечень этих предметов каждый выпускник может определить на сайте того ВУЗа, куда он хочет поступать. И, конечно, здесь мы ориентируем детей на то, чтобы они с неким запасом выбрали предметы. То есть такая вариативность. Накануне экзамена всегда можно отказаться от него. Но вот добавить необходимый экзамен уже после 1 февраля будет нельзя. То есть надо определиться именно до 1 февраля. Да, до 1 февраля. 1 февраля закрывается региональная база. И внести изменения туда невозможно. А итоговое сочинение для 11-ти классников, которое было отменено в декабре? То есть когда они будут его писать в этом году? Но оно не то, что было отменено. Да, действительно, оно как испытание, как допуск к государственной итоговой аттестации осталось. Осталось. Просто с декабря месяца его перенесли. И 10 марта, 5 апреля, да, прошу прощения, 5 апреля будет итоговое сочинение. Соответственно, дополнительные сроки там тоже установлены 21 апреля и 5 мая. То есть еще будет, да, несколько шансов? Несколько шансов, конечно. Потому что ситуации бывают разными. Ребенок может просто заболеть и не прийти. Либо потерпеть неудачу. Ну, у нас все по школьной теме. Теперь переходим к теме детские сады. Места в детских садах. Вообще, как обстоят у нас дела? Может быть, в ближайшее время будет открытие новых детских садов? И вообще, вот за последнее время, есть какая-то информация, сколько было? Были ли открыты в нашем муниципалитете детские сады? Ну да, тема с местами в дошкольных образовательных учреждениях – это очень актуальная тема. На сегодняшний момент у нас порядка 8 тысяч детей ожидают получения места в дошкольных образовательных учреждениях. И, конечно, муниципалитет в лице администрации пытается комплексно решить эту проблему. В текущем году уже введены объекты. Получается, два корпуса в детском садике номер 45 «Сказка» по 120 мест каждый. И детский сад номер 30 «Юлочка» на 360 мест. Годом ранее тоже были открыты детские сады, либо новый корпусак имеющимся. В 2019 году было создано порядка тоже 600 мест. Вот перспектива, да, какая на этот год, ну, пожалуй, самое такое большое событие, наверное, это будет в ближайшее время, вот к марту месяцу. Мы планируем выкупить в муниципальную собственность ранее частный детский сад «Созвездие». И это даст возможность сразу порядка 500 мест создать в дошкольных образовательных учреждениях. То есть это поможет как-то разгрузить, да? То есть это же в шестом микрорайоне, где находится созвездие? То есть такое густонаселенное? Да, это положение такое достаточно, да, востребованное. Здесь прям вот софинансирование 50 на 50. Муниципальный бюджет и бюджет Московской области. Также планируется к вводу в эксплуатацию в 2021 году детского сада на жилом комплексе «Зеленая аллея» на 150 мест. И в течение года в рамках программы образования Подмосковья, под программы, которая касается дошкольного образования, мы организуем работы по созданию еще 410 мест в дошкольных образовательных учреждениях по четырем адресам. Наталья Николаевна, наши телезрители интересуются вообще, какие в первую очередь рассматриваются заявления. Вот сейчас что-то изменилось, есть ли какие-то новые введения, например, при... Но вообще-то услуга оказывается в рамках административного регламента. Соответственно, для того, чтобы ребенок получил путевку, необходимо подать заявление. И действительно система устроена так, что при подаче заявления семья, если она имеет льготный статус, она может это заявить. К льготникам относятся дети из многодетных семей, дети сотрудников полиции, прокуратуры, военнослужащих. Если они отмечают льготный статус семьи, то, конечно, их заявление более весомое, и поэтому они занимают позиции в очереди в числе первых. Также получается, по сравнению с заявлениями, где указана временная регистрация, или вообще она отсутствует, дети, которые имеют постоянную регистрацию, они тоже поднимаются в очереди, то есть имеют такой приоритет. И вообще я хочу просто напомнить, что если семья, когда подавала заявление, на тот момент еще не имела постоянной регистрации, и вы ее в процессе получили, то, конечно же, вам необходимо связаться с сотрудниками дошкольного отдела и обязательно статус регистрации подтвердить. Это вас продвинет в очереди. Введен, да, вот вы спросили про регламент. Регламент обновлен, в декабре месяце вышла новая редакция, и там отличие незначительное, но существенное, наверное, для семьи, в котором двое, трое детей. Получается, что в новом регламенте закреплено преимущественное право на зачисление ребенка в то дошкольное образовательное учреждение, где находится его брат или сестра. Спасибо большое за информацию. У нас остается буквально две минуты в эфире, и давайте еще поговорим о теме поступления в первый класс. Вообще, что для этого необходимо? Что-то изменилось в этом году? Да, опять-таки, есть ли какие-то изменения? Да, здесь тоже новый регламент, но он, к сожалению, пока еще находится в стадии утверждения. Но уже понятно, какие новшества он с собой принесет. Во-первых, самое главное изменение – это то, что прием в первый класс начнется не с 1 февраля, как это было ранее, а только с 1 апреля. То есть сейчас, на сегодняшний момент, родителям не надо ждать часа Х, он отодвигается. Это первое. Второе, опять-таки, касается братьев и сестер. Если младшие, вернее, старшие здесь уже, если старшие, брат и сестра учатся в школе и зачисляется в школу младший первый класс, то, соответственно, теперь не надо ждать 31 июля. Вот в основной период комплектования с 1 апреля по 30 июня братья и сестры будут зачислены в ту же самую образовательную организацию, в которой учатся старшие дети. То есть это вот самое главное новшество. Ну, а уже, получается, с 1 июля по 5 сентября подать заявление и быть зачисленными могут все те, кто не проживает на закрепленной территории, но при наличии свободных мест. Так, и до какого можно подать заявление? До 5 сентября. До 5 сентября. Только через госуслуги? Да. Подобные услуги по зачислению в первый класс и вообще в школу или в детский сад они сейчас оказывают только в электронном виде через портал услуг Московской области. Там простой интерфейс и, в общем-то, без труда. Наталья Николаевна, все вопросы, которые сегодня поступали от наших телезрителей, мы передадим вам для дальнейшего рассмотрения. Обязательно мы при наличии адресата свяжемся и все вопросы примем в работу и ответим. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Благодарю вас. Приглашайте. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Наталья Киселева, начальник управления образования администрации Ленинского городского округа. Всего доброго и до свидания. Ура! Редактор субтитров А.Семкин